Судя по всему, оперативное совещание и сам Радий Хабиров начинают приходить в свою жанровую норму. Оперативное совещание правительства в минувший понедельник содержало все необходимые для нас компоненты. Тут было и обширнейшее вступление, тут были и кадровые решения, и вообще каждый доклад оперативного совещания был достоин отдельного внимания. Так что запасайтесь попкорном, и мы приступаем. Начало оперативное совещание Хабиров с кадровых решений, он так их и назвал. И в качестве кадрового решения он огласил факт вступления Азамата Аль-Мухаметова, ныне Енбердина, в должность председателя общественной палаты Республики Башкортостан. Примечательно, что Хабиров назвал это событие кадровым решением. Несмотря на то, что вообще-то председателя общественной палаты у нас избирают, но судя по всему для юриста Хабирова выборы и назначения на должность уже стали абсолютно идентичным событием. Он так сказал, вот принято такое кадровое решение. То есть это очень знаковая на самом деле оговорка, потому что тут уже мы понимаем, что власти Башкортостана не придают никакого значения избирательным процессам, и сами же не верят в то, что выборы это выборы. То есть вот Енбердин это кадровое решение. Но вернемся к Азамату Аль-Мухаметову и Енбердину. Хабиров охарактеризовал его как человека всем в зале известного. И в частности он сказал, вы его знаете по ехидным передачам «Времечка». Ну, я небольшой поклонник башкирского телевидения, тем не менее, одним глазом всегда за ним наблюдал. Сам в себе засомневался, залез во все архивы, во все источники, и с удивлением для себя понял, что во «Времечке» Азамат Аль-Мухаметов никогда не работал. Я уж не знаю, что там перепуталось в голове у Хабирова, но во «Времечке» работал Эрнест Хайрулин со своей замечательной супругой. Это два журналисты, которые сейчас бежали в соседний Татарстан и теперь там делают телевидение. В общем, Хабиров крепко ошибся, представляя Аль-Мухаметова. Но, впрочем, пожелал ему успехов, достижений общественной палаты и так далее. Я, собственно, присоединяюсь к Радио Фаритовичу. Я отношусь неплохо к Азамату, мы с ним неплохо знакомы и периодически даже как-то общаемся. Однако, хочу отметить, что успех Азамата ждет на посту председателя общественной палаты при одном единственном, но очень немаловажном условии. Он должен немедленно очистить общественную палату и ее аппарат от всех вот этих приживалок Мурзагулова, от всех этих Валеевых, Казанцевых и прочего сброда. Потому что при их наличии внутри общественной палаты, да и, собственно, при том составе общественной палаты, которая сейчас имеется, у Азамата Аль-Мухаметова и Енбердина не получится ничего. То есть, если он исполнит вот это условие, то да, у нас есть шанс получить хоть сколько-нибудь работающую общественную палату. А если он в Валеевых, Казанцевых оттуда не попятит с их двухсоттысячными зарплатами, то все останется на своих местах. Говоря о кадровых решениях, Хабиров почему-то стыдливо умолчал о одном важнейшем кадровом решении, которое он принял и о котором почему-то решил не говорить на оперативном совещании. Я говорю о назначении Азамата Абдрахманова, еще позавчера мэра Ишимбая, на должность руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан. Честно говоря, вот когда я об этом узнал, а Хабиров нам об этом не рассказал, честно говоря, я впал в абсолютную прострацию. Это тот самый человек, который очень сильно похож на того самого человека, который избивал людей на горе Куштау во время вот этого столкновения. Вот этот в маске, вот этот полувоенной одежде. Вот на него очень сильно похож экс-мэр Ишимбая, прям до степени неразличимости. Потом он извинился, когда жители Ишимбая потребовали его отставки, когда тысячная толпа собралась буквально перед крыльцом администрации города. И Хабиров с этим Абдрахмановым, они там какие-то просто соседи детства, они там сидели запершись в этой администрации, в осаде, и вертолет летал над ними и прочее, прочее. И вот этого человека, которого местные, свои люди, которыми он руководил три года, требовали отправить в отставку, вот сейчас этого человека Хабиров назначает на пост руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан. То есть это вот то самое, своих не сдаем, ну просто в совершенно крайней фазе. Не знаю, чем это обернется, честно говоря, сначала я повозмущался, а потом я подумал, да почему бы и нет. В конце концов, этот самый Абдрахманов, если он до степени неразличимости тот человек, который избивал людей на горе, ну так он сейчас надает там своим, значит, подчиненным в правительстве. То есть может случиться очень резкое падение популяции чиновников в правительстве Республики, если вот этот вот Азамат будет пользоваться теми же методами, которыми он пользовался в Ашимбе. Ну, как говорится, нашим легче. Ну, это шутки шутками, но действительно ситуация с кадрами у Хабирова такова, что он уже, ему не на кого опереться вообще, кроме вот этого вот, простите, самого сброда и отбросов, которые мы видим в качестве его кадровых решений. И потому, ну, это уже действительно какая-то агония кадровая. Завершая вступительную часть оперативного совещания, Хабиров не мог не обратиться взором к Кремлю. В последнее время у него очень плохо с достижениями, которые можно явить высокому начальству. И вот тут он, значит, схватился за спасительную соломинку, решил построить нам парк Патриот, почему-то с партизанской деревней. Я не знаю, какое отношение имеет Башкортостан к партизанскому движению, разве что Пугачевщина приходит на ум. Но, в общем, Хабиров вздумал в Иглино построить парк Патриот, выпросил у Министерства обороны обрушившуюся казарму, и на этой базе будет, значит, ну, вкладывая туда, видимо, нехилые бюджетные миллионы, которых нам все больше и больше не хватает, будет в этой гнилой казарме, значит, строить там парк Патриот и заодно партизанскую деревню. Единственной задачей вообще всего этого мероприятия, на мой взгляд, является приглашение в 2024 году туда в гости Шойгу. Ну, так, по крайней мере, сказал Хабиров. Ну, аккурат, уже Куджудетчу к этому моменту будет 70 лет, ну, нормально, дедушке в зорницу поиграть будет в самый раз. В общем, конечно, вот с парком Патриот и деревней партизан как-то даже не смешно получается. Далее оперативное совещание попыталось перейти в привычное русло. Первым вопросом в штатной повестке был вопрос, естественно, про COVID-19. Максим Васильевич Забелин сообщил нам о том, что 96 тысяч человек в Башкирии уже официально заболели COVID-19. Прирост за сутки составил 670 человек, и у нас эта цифра уже вот последние, наверное, недели три, как держится в районе 700 в сутки. 29 человек умерло за последние сутки в Башкирии. Очень много, вот с посмертностью очень много. Коечный фонд сократился, составил 5739 коек, из которых занято только 73%. Это вот тоже, на моей памяти, последних 3-4 недель рекордно низкая цифра. По поводу вакцинации Забелин отчитался о том, что 1 миллион 513 тысяч человек полностью привито на территории Республики Башкортостан, или по крайней мере имеют сертификаты о вакцинации. То есть это 60% от так называемых подлежащих вакцинации. Натянули сову на глобус, случилось вот эти заведомые 60%, которые нам положено было исполнить аж к 1 октября. Ну ладно, хоть исполнили к 14 ноября. Выслушав Забелина, Хабиров впал в какое-то веселье, восторг, и, судя по всему, с ним случился какой-то кратковременный катарсис. Потому что, сообщив нам, что нужно двигаться к цифре 80 от цифры 60, речь идет о процентах вакцинированных Хабиров, внезапно сообщил нам три факта. Он так их назвал фактами. Процитирую. Факт, что рост заболеваемости остановлен. Факт, что смертность уменьшилась. Факт, что снижается нагрузка на коечный фонд. Конец цитаты. Вот эти три факта Хабирова меня, честно говоря, поразили до глубины души. То, что у нас 700 человек в сутки заболевает, и порядка 30 в среднем умирает ежедневно от COVID-19, причем это только фиксируемые смерти, которые только от COVID-19. А мы очень хорошо знаем, как трудно у нас попасть в статистику заболеваемости, и тем более смертности от COVID-19. И вот это все Хабиров называет стабилизацией, снижением уровней и так далее. Судя по всему, Хабиров перешел в фазу самоубеждения в победе над COVID-19, не предупредив товарищей и коллег. Потому что на лицах слушавших его, ну, было действительно написано какое-то абсолютное изумление. То есть, видимо, это было какое-то кратковременное помешательство, потому что сразу же после оглашения вот этих всех побед, потому что слушая Хабирова, к иному выводу прийти было нельзя. Он действительно провозгласил победу над COVID-19. И буквально сразу же после этого перешел к противоположным обсуждениям. Внезапно башлык Башкортостана заговорил о Западной Европе. С дрожью в голосе Хабиров сообщил нам, что Западная Европа полыхает. И нам нужно усилить материальную базу. И мы построим два новых госпиталя, так как в ближайшие годы, похоже, пройдут в борьбе с коронавирусом. То есть, вот тут у меня, честно говоря, случился любимый Аббасом Радиковичем когнитивный диссонанс. Буквально мгновение назад Хабиров говорил о практически полной победе над COVID-19. И теперь заговорил о том, что нужно построить два госпиталя. Но, собственно, вот эти 6-8 миллиардов рублей на постройку ковидных госпиталей, видимо, не дают покоя. Однако, с деньгами, судя по всему, там не все в порядке. На прошлой неделе некоторые телеграм-каналы рассуждали о том, что финансирование на постройку этих госпиталей так и не найдено. Хабиров обратился к Назарову и спросил, что там происходит со строительством госпиталей. Назаров заявил в диалоге, в прямом эфире оперативного совещания, что в начале декабря он приступит к строительству обоих госпиталей и строительство займет не более двух месяцев. Ну, то есть, сделаем вывод, что, ну, условно, плюс-минус конец января-начало февраля, эти два госпиталя должны быть построены. Напомню, это Сибай и Туймазы. Ну, Хабиров, выслушав Назарова, сказал, что нужно готовиться к тяжелым сценариям. Ну, повторюсь, воспринимать вот это все как цельную картину было абсолютно невозможно. Хабиров, заявляющий о снижении смертности, стабилизации заболеваемости, снижении нагрузку на медицинские учреждения, тут же переходит без какого-либо логического объяснения к планам строительства новых ковидных госпиталей. В общем, очень странно все это. Вторым штатным вопросом, как обычно, был вопрос про ЖКХ, дороги и ЧАЭС, но уже с этого вопроса все пошло не по плану. Слово предоставили Морзаеву, который сообщил, что все слажено в отрасли, все качественно, все на высоте, и отдельно отметил, что паспорта готовности получены всеми муниципалитетами Республики Башкортостан. Я словил себя на мысль, что у нас наладился вполне себе такой диалог между нашей воскресной передачей и оперативным совещанием правительства Республики Башкортостан в понедельник. По сути, Алан Викторович напрямую ответил нашему подписчику, который обращался к нам на стриме в воскресенье. Очевидно, что вопрос паспортов готовности волнует многих. Напомню, что в минувшее воскресенье на стриме «Открытой политики» жильцы дома по улице Коммунистической 75-1 города Уфы сообщили нам о том, что их дом не имеет паспорта готовности к отопительному сезону, что напрямую противоречит заявлениям министра ЖКХ Алана Морзаева. Кто тут неправ и кто тут заблуждается, либо вводит в заблуждение нас, наверное, нужно разобраться. Я полагаю, что Министерству жилищно-коммунального хозяйства стоит обратить внимание на вот этот адрес в городе Уфе, Коммунистическая 75-1. Наверное, несложно выяснить наличие и отсутствие этого паспорта. Но вот, тем не менее, такой заочный диалог состоялся. Докладывая о ситуации в ЖКХ, Морзаев умолчал о том, что за 9 месяцев 2021 года совокупные платежи жителей Республики Башкортостан за ЖКХ выросли на 2,1 миллиарда рублей и составили 39,6 миллиарда рублей за эти 9 месяцев. То есть мы-то вам сообщаем об этом. Морзаев не сообщает, мы сообщаем. И доля платежей в семейном бюджете, платежей за ЖКХ в среднем по Республике Башкортостан уже достигла 22%. То есть каждый пятый рубль, который зарабатывает башкирская семья, в среднем эта семья тратит на оплату услуг ЖКХ. Это очень много. Отмечу, что нигде в Европе и вообще в цивилизованном мире подобной пропорции не существует. Хабиров, выслушав Морзаева, отметил, как обычно, философски, что зима на улице уже наступила, а некоторые работы не успели завершить, как он выразился. И речь шла о двух парках, парке Птицы и парке Южный, который Хабиров строго напомнил завершить Морзаеву к 1 декабря. Вот уж, как говорится, нет других забот у Ради Фаридыча, как парке завершать. Но, тем не менее, вот это заботит главу Башкортостана. Как я уже и сказал, доклад о ЖКХ, дорогах и ЧС пошел не по плану. Потому что, собственно, на этом он закончился. Хабиров сказал, что Булышева он слушать не будет, его доклад, хотя, видимо, доклад был готов. Ну, видимо, растущая смертность на дорогах, которая перешагнула через установленные пороги, раздражает Ради Фаридыча, и он решил теперь не слушать доклады о том, как растет смертность на дорогах Башкортостана. Ну, правильно, это же не такая же радужная картинка, как с ковидом. Объявил победу над ковидом и победил его. А вот смертность на дорогах победить не получается. Впрочем, Хабиров дал поручение Булышеву. Запретив ему выступать, он дал ему поручение обеспечить обогрев в башкирских автобусах. Дескать, холодно стало. Включайте печки. Ну, ага, сейчас вот, конечно. Даже в самую жару водители Башавтотранса не включают кондиционера. Вот им с чего бы в холод включать печки. Это же дополнительные затраты, это дополнительные миллионы рублей, ежедневно потраченные на топливо и так далее. А Башавтотранс наш не склонен разбрасываться миллионами рублей, если их можно сэкономить. Третьим вопросом оперативного совещания случился важнейший вопрос. И вопрос этот был о завершении всероссийской переписи населения в Республике Башкортостан. Докладывал руководитель регионального органа Федеральной службы государственной статистики Ганиев Акрам Мухаммедович. Акрам Мухаммедович сообщил нам во первых строках о том, что Башкортостан вошел в число лидеров Российской Федерации по числу жителей, принявших участие в переписи населения. Впрочем, надо отметить, что Ради Фаридович Хабиров сообщил нам об этом достижении еще до начала переписи. И складывается такое впечатление, что Хабиров заранее заявил о результатах переписи, именно тех результатах, которые ему были так необходимы. Мы много говорили о том, что власти Башкортостана очень беспокоятся о численности населения Башкирии, как бы это население не снизилось ниже 4 миллионов человек, ну и немножко беспокоятся о национальном составе. Так вот, Ганиев, этот докладчик, заявил о том, что, цитирую, «все жители Республики Башкортостан были охвачены переписью». Однако, буквально на прошлой неделе, многочисленные опросы в региональных и федеральных СМИ говорили о том, что охват переписью в этот раз составил от 36 до 52 процентов населения. Господин Ганиев, очевидно, соврамше, когда он заявил, что все жители Республики Башкортостан охвачены переписью. Вот лично я не был охвачен переписью, и моя семья не была охвачена переписью, и многие-многие мои знакомые, большинство моих знакомых, не были охвачены этой переписью. Однако, господин Ганиев заявил о стопроцентном охвате. Далее, этот руководитель, возьмем это слово в кавычки, сообщил нам о пяти замечательных фактах, которые сопровождали перепись, и я их перечислю. Республика Башкортостан заняла седьмое место по численности населения среди регионов Российской Федерации. Было обнаружено огромное количество пенсионеров, которые живут в Башкирии постоянно, но при этом прописаны в каких-то северных регионах. Господин Ганиев назвал их северными пенсионерами. Вот эти северные, простите, пенсионеры и составили залог успеха господина Ганиева на этой переписи. Также он нам сообщил о том, что первые итоги будут только через год. Также господин Ганиев сообщил нам с дрожью в голосе о том, что было очень много звонков граждан с благодарностями за проведение переписи. Вот тут я заржал в голос. Но сразу же завершая свой доклад, господин Ганиев сообщил нам концептуальную вещь, которая, собственно, и отражает результаты этой переписи. Процитирую дословно. В результате переписи будет нарисована коллективная картина республики. Конец цитаты. Слово «нарисовано» здесь, конечно же, ключевое. Господин Ганиев нам нарисует ту самую картину, которую так хочет видеть Радий Фаридович. Впрочем, эта картина не будет ничего общего иметь с реальной статистической картиной региона. Собственно, сама перепись в итоге потеряла всякий смысл. А смысл переписи в том, чтобы уточнить данные, имеющиеся у органов регистрации, и отталкиваться от этих данных в процессе планирования экономики, в процессе прогнозирования событий и так далее. То есть данные, которые будут получены на этой переписи, абсолютно недостоверны. Впрочем, Хабиров благодарил. Благодарил с жаром. Только что вот обниматься не кинулся к Ганиеву. Он обещал всех наградить, кто участвовал в переписи и так далее, и так далее. И тоже Хабиров сделал концептуальное заявление. Цитирую. Благодаря переписи население Республики Башкортостан перевалило за 4 миллиона 100 тысяч человек. Нам это важно. Конец цитаты. Согласен. Полностью согласен с дорогим Радием Фаридовичем. Именно благодаря переписи население Республики Башкортостан перевалило за 4 миллиона 100 тысяч человек. Потому что ежедневно теряет по 30 человек только на ковиде. Ежедневно, ежемесячно теряя огромное количество людей, уезжающих навсегда из Башкортостана и никогда в него не возвращающихся. Понимая, что вот эти северные пенсионеры это остроумная, но абсолютно недостоверная придумка господина Ганиева, чтобы нагнать все-таки вот эти 4 миллиона плюс, мы понимаем, что все это лажа. Кроме всего прочего, федеральные эксперты в области статистики и демографии уже признали перепись 2021 года в целом по Российской Федерации самой недостоверной переписью за всю историю переписных кампаний в России вообще. От царя Гороха, от царя Петра Великого и Ивана Грозного до Владимира Путина это была самая недостоверная и самая на самом деле бессмысленная перепись, которая когда-либо проводилась. После переписного триумфа оперативное совещание вообще вышло из рабочего русла и пошло куда-то непонятно куда. Хабиров без всяких объявлений и анонсов вдруг таинственно заговорил о Амине Шафиковой. Издалека начав, он заявил, что она проявила чудеса настойчивости, мудрости и последовательности. Фанаты Амины Шафиковой начали шарить в голове в поисках вообще хоть какого-нибудь признака подобных качеств у Амины Ивнины, но не нашли их. Пока Шафикова шла к трибуне с загадочным лицом, Хабиров рассказал нам, что у него сложились личные особые связи с Филиппом Басадом. Это вот такой предприниматель в области фольклориады. И эти личные отношения у него сложились в ходе проведения всемирной фольклориады в Башкортостане. Вот этой вот смертоносной фольклориады, после которой тут у нас случилось все то, что случилось летом. И вот как раз в процессе вот этого интимного общения с Филиппом Басадом, Хабиров узнал о том, что вот эти бизнесмены от фольклориад решили расширить свой бизнес и теперь проводить еще и детские фольклориады. И вот на эту фольклориаду детскую и напросился Хабиров и напросилась Шафикова. Пока Хабиров напускал туману, Шафикова добралась до трибуны оперативного совещания. Взобравшись на нее, сообщила нам, что Генеральная ассамблея фольклориад решила провести первую детскую фольклориаду 1 июня 2024 года в Уфе. Участие примут дети до 14 лет. Ну, в общем, вот. Вот. Хабиров, конечно, выслушал Шафикову, тоже чуть было не кинулся обниматься. Конечно, упомянул, что он обязательно посоветуется с Владимиром Путиным, но готовиться уже сейчас нужно к этой фольклориаде. И торжественно резюмировал. Теперь нам есть чем заниматься. Ну, собственно, слава богу, нашел, наконец-то нащупал свое призвание Радий Фаридович. Ну, всякое вот это противное отопление, социальное обеспечение, вот эти всякие больные дети, орфанные заболевания. Ну, сколько можно? Целых три месяца Радий Фаридович ничего не праздновал. Целых три месяца он не пускал никаких салютов. Изводил себя вот этими вот социальными проблемами, экономикой и прочими вещами. Наконец-то ему есть чем заняться. Наконец-то вернется фольклориада в родимый край Башкортостана. Собственно, весь остаток оперативного совещания Хабиров и его товарищи уже говорили только о праздниках. Сорвался Радий Фаридович, реально сорвался. Изнемог и не выдержал нагрузки. Вернулся к праздникам, вернулся к фестивалям, байрамам, салютам и прочим вещам. Четвертым вопросом оперативного совещания, которое состояло всего лишь 15 ноября, был вопрос о подготовке Республики Башкортостан к новогодним мероприятиям. Докладчиком опять был Марзаев Алан Викторович. Выдвигаясь на трибуну оперативного совещания, Марзаев обнаружил, что он забыл очки на столе, замешкался, стал возвращаться. Хабиров по этому поводу пошутил, что, дескать, стареете, Алан Викторович. А у нас кадровая скамейка большая, молодых много. Как бы пошутил Хабиров. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, конечно, однако тут Хабиров очевидным образом кривил душой. Если уж он Азамата Абдрахманова берет на работу в правительство, то о каком там уж кадровом резерве говорить. Я думаю, что даже по объявлениям на Авито Радио Фаридовичу будет непросто набрать молодежь к себе на работу. В общем, зря он пугает Алан Викторовича. Старый конь борозды не испортит, но, как говорится, и глубоко не вспашет. Разыскав очки и вернувшись к докладу, Марзаев нам сообщил о том, что подготовка к Новому году начата повсеместно. Такое ощущение, что еще летом. Важнейшей задачей этой подготовки является безопасность. А также к 1 декабря будет смонтирована вся подсветка к новогодним праздникам, а до 20 декабря будут установлены все елки в больших городах и населенных пунктах и ледовые городки. В прошлом году, упомянул Марзаев, во многих муниципалитетах отказались от установки ледовых городков, но, видимо, там с ковидными событиями, и было очень много жалоб. В этом году будет 1160 ледовых городков, для сравнения, в 2019 году было всего лишь 841. Будет 756 ледовых катков, 1176 горок, 2291 елка, из которых искусственных будет аж целых 146, а еще будет 5000 арт-объектов, и будет натянуто, внимание, 269 километров новогодней подсветки. Опять, как бы разговаривая с нашими подписчиками, Алан Викторович отдельно остановился и сообщил, видимо, напрямую с Агиту Насрединову нашему подписчику, о том, что город Октябрьский сейчас приобретает новую искусственную елку. На нашем стриме в воскресенье был вопрос как раз про город Октябрьский и искусственную елку, которую там установят или не установят. Судя по словам Алана Викторовича, город Октябрьский закупает новую пиксельную елку. Я уж не знаю, опять там развязали руки управления делами ради Фаритовича, и опять они там у своих красногорских друзей закупят пиксельные елки, или кто другой у нас решил поживиться. Ну, в общем, город Октябрьский закупает новую пиксельную елку. Далее Морзаев сообщил нам следующее, цитирую. Собственно, этим он завершил свое выступление. За последние годы мы кардинально улучшили качество и уровень оформления населенных пунктов к Новому году. Конец цитаты. Ну, наверное, это сложный, субъективный вопрос. Кому-то нравится, как оформляют города к Новому году, кому-то не очень. Хабиров благосклонно выслушал Морзаева, но внес свои коррективы. Изменил даты. Морзаев сообщил о том, что все елки будут установлены к 20 декабря. Хабиров повелел, чтобы елки были поставлены к 1 декабря. Ну, жаждет душа башлыка праздника. Похоже, ему страшно, когда вокруг нет праздника, и он решил его к себе приблизить. Процитирую Хабирова на этот счет. Ни на один день, ни позже. 1 декабря. Точка. Также Хабиров сообщил о своих планах на Новый год. Опять цитирую руководителя республики. В новогодние праздники у меня есть желание поработать. Буду с сыном елки объезжать. Конец цитаты. Ну, я уже говорил о том, что, похоже, Радий Фаридович свое призвание нащупал. Вот елки объезжать, это вот самое то, что по нему вообще. Вот действительно, как-то, может быть, нам какую-то должность учредить. С хорошей зарплатой, с бронированным мерседесом, все как у него. Но чтобы он объезжал елки. Я даже соглашусь с тем, чтобы елки у нас и летом стояли, и даже наряжались летом. Пускай только Радий Фаридович улыбается, объезжает их, проверяет. Но только не занимается или не пытается заниматься тем, чем он занимается сейчас, руководя республикой Башкортостан. Потому что чувствуется, что мы куда-то какую-то бездну катимся. А вот если он будет елки проверять, может, оно и в порядок все придет. Ну, не знаю точно. В завершении оперативного совещания мы узнали о том, что Радий Фаридович не только мечтает быть круглогодичным Дедом Морозом и постоянно объезжать елки. Еще он не оставил мечты о том, чтобы стать крупным международным деятелем. После своей знаменитой поездки в Казахстан и после того, как Хабиров со своей командой там истратил много-много миллионов только на питание, Хабиров вошел во вкус. Теперь он собрался ехать в Беларусь. Он сообщил о том, что в скорое время планирует он и его делегация, большая, абсурдная, видимо, еще большая по отчисленности, выезжают в город Минск встречаться с батькой Лукашенко. Хабиров сообщил, что взаимодействие, партнерство с Беларусью как никогда важно сейчас для нас. Я понимаю, что нужно сделать приятное Кремлю. Я понимаю, что Кремль очень нахмурился в последнее время и как-то с каким-то подозрением и близгливостью смотрит на Хабирова. И его деятельность того и гляди может щелкнуть пальцами. И Хабирову нужно срочно что-нибудь приятное ему сделать, этому Кремлю, в какое-то место его нужно лизнуть. Вот он решил лизнуть его в Беларусь, этот Кремль. Ну, помилуйте, в тот момент, когда весь мир отходит, брезгует, старается не прикасаться к этому жуткому кровавому режиму Лукашенко, Хабиров едет налаживать наши башкортостанско-белорусские отношения. Ну, на мой взгляд, ничего глупее не придумать, ничего нелепее не придумать. Кроме всего прочего, это еще нам обойдется в какие-нибудь опять астрономические суммы питания, которые, значит, придется нам там истратить. В Беларуси, видимо, Радий Фаридович развернется не менее широко, чем в Казахстане.